Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня с вами игра под названием Down in Bloody Darkness. В этой игре нам будет показана жизнь человека, который купил частный дом и просто живет здесь, и потом что-то понимает, что он здесь не один, короче, очень замудренная история, здесь нет никаких настроек, здесь нет ничего, здесь просто можно нажать на старт и больше ничего не нажимать будет, все. Все, загрузка loading, здесь английский-русский вариант игры, поэтому вы не особо обращайте внимание на это, и здесь нет настроек звука, поэтому я не знаю, будет меня слышно или нет, я думаю, будет слышно меня здесь. Давайте я вот так вот сяду поудобнее и просто буду смотреть. Задание покушайте что-нибудь, блин, это что за инвалид такой, ой-ой-ой, как он ходит неприятно, что свет-то выключен, ой, вертикальной синхронизации здесь нету, да? Вообще никакой синхронизации здесь нету, ну ладно, здесь настроек вообще никаких не было, только в самом начале, так как это юнити-движок, было, это, окошко высвечивалось о том, что вот, ну, какое ты на разрешение хочешь, какую настройку графики ты хочешь, у меня, типа, как бы, ну, вроде как бы самое хорошее, но что-то как-то я понимаю, что, по-моему, здесь не самое хорошее. Прикольно, слушай. Телевизор. Телевизор. Эм, ЛКМ. ЛКМ спрятаться. А от кого я прячу сейчас? Что-то игра какая-то. Написано было, что здесь 150 миллионов концовок и... У меня задание, покушайте что-нибудь. Типа, здесь должна быть кухня, на которой я покушаю что-нибудь. Что за бутылек? Махнуть можно, столь? Для смелости. Телевизоров наставлены, зачем ему столько нужных? Так, щитовая у нас, мы знаем где, да, вот там вот он находится. А кухня-то где здесь? Кухня-то где, блядь, в этом доме? Я понимаю, что это частный дом, но кухня-то должна быть. О, нихера себе, кто-то мне кофеек заварил. Угу. Вот газовый баллон стоит. Покушайте что-нибудь. Так это не еда, ни хрена. Слушай, это мне нужно в холодильник. Вот это вот... Это что, печка, что ли? Это печка, ты прикинь. Ты видел когда-нибудь печки? Я видел печки. Какой страшный дяденька. Ты вот так ешь, да, наверное? Ты вот... Затаня, ложитесь спать. Вот ты когда-нибудь ел так вот? Что это? Вот это вот что это? Что он делает? Я не понимаю. Попить надо вообще, кофейку махнуть, и чтобы это... Ой, блин, ужасно как эта игра сделана, конечно, но... Мы ничего не можем с этим поделать. Мы можем просто в эту игру играть и наслаждаться, так сказать, процессом геймплея. Ложитесь спать. А где ложиться спать? Не ложиться спать надо в кровать, правильно же, а не на диван. Кровать вот она. Да мне вообще срать. Задание, вы... Включите свет. Turn on the light. Он видит, что ли, выключился? Ну, вы даёте, конечно. Конечно. А, то есть... Найдите источник шума. Разный сейчас на видео... Ну, на вот этой, на заставке. Но... Нахуй узнает, что тут было написано на заставке. По-моему, чашка движется, потому что коричневый кружочек он... О, толчок. В толчке может чё? Да нет, в толчке. Даже спрятаться негде в толчке. Вот в этом шкафу тоже хер спрячешься. Вообще нигде нельзя спрятаться, кроме когда с телевизором в гостиной. Здесь я был, да? Здесь я был. Я нашёл источник шума. Кронт. Нажмите ЛКМ. Нахрена мне этот кронт? К окну, может быть, надо подойти или посмотреть что-то? Там нет ни шута. Мы, наверное, подорв... Я в любой непонятной ситуации буду прятаться просто за телевизор. То есть... О-о-о-о... Всё, трындец. Время до рассвета. А за задание? Ищите подсказки в доме или ждите рассвета. Если я здесь буду сидеть, куковать нормально, нет? Он меня когда-нибудь найдёт здесь, если я просто просижу здесь до рассвета. Это можно сделать, нет? Время до рассвета что-то очень медленно идёт, на самом деле. Я подразумеваю, что это минут пять точно. А чё мне делать-то? Где эта хрень? Если бы она ещё, знаешь, звук какие-нибудь издавала. Тут везде звук. Если ты в наушниках смотришь, то ты понимаешь, что... Как бы... Никакого толку от этого звука нету, потому что... Что он вот так? О, блин, ужас какой. Блин, да что ж ты... Встать-то ровно. Что... Вот я так смотрю, что так смотрю? Уйди. Я здесь прячусь вообще-то. Что вот так смотришь? Что так смотришь? То есть, ты как не крути башкой своей вот так вот, не крути. Ничего не поменяется. Звук как был? Или нет? Ну, короче, какие-то звуки здесь вообще везде. Потому что мало звуков, у которых есть источник. То есть... Объёма, короче, нет у звука. То есть, я как бы не смотрел, не слушал. Один хрен, вот гандоны какие-то появляются в этой дырке, и всё. И больше ничего не происходит. Щупальские тентакли. Что это за японская херня? У нас уже треть времени прошла, в принципе. Мы можем с вами поразголокольствовать о жизни, о смерти. Я не знаю. Я так понимаю, что нас никто не найдёт, и никто не собирается искать. Мы просто сидим здесь тихонечко. Никого не трогаем. И наслаждаемся, так сказать, жизнью. Ну, просто как бы ни хера не поменяется. Из-за того, что я выйду, только я могу просрать. А здесь я, наверное, не могу просрать. Я смогу сидеть просто спокойно за телевизором, и всё. Больше ничего. Здесь много концовок. Я уже, наверное, это говорил. Было написано в описании, что здесь очень много концовок. И только от вас зависит, какая концовка именно вас будет ожидать. В принципе, игра заслуживает, так сказать, похвалы. А, вот здесь вот есть звук. Бабка какая-то седая ходит. Уйди. Уходи. Я тут прячусь, уйди. Не пали контору. Мало того, что игра криво сделана, ну как бы, время. Просто звук поменялся, я как-то насторожился. Наверное, этого делать не стоило. Просто время до рассвета как бы сокращается неумолимо. И, в принципе, я думаю, что мы сейчас выиграем. Здесь вариантов, наверное, нет никаких. Потому что, если меня за позже половину игры не нашли, то из-за вот этого вот писюлька меня никто не найдёт. Я, конечно, не буду так уверен до последнего, да, но всё равно как-то... Блин, я, конечно, понимаю, что это неинтересно. Ну, в том, как бы неинтересно. У нас цели пройти игру. У нас нет цели, блин, пощекотать себе нервы и... Как-то сказать, побеситься от того, что нас находят постоянно. Из-за того, что игра криво сделана, здесь непонятно, откуда звуки доносятся. И непонятно, как чувак бегает. И непонятно, как вообще всё это вот всё дёргается во все стороны. Это прям раздражает очень сильно. И самый, знаешь, самый простой способ, это сидеть вот просто за телевизором и ничего не делать. Здесь, конечно, можно найти какие-то подсказки, можно найти разгадку, там все дела, какой-то сюжет здесь всё-таки есть, присутствует, да. Но нахрена мне его делать, если... Ну, нахрена мне этот сюжет искать, если мы так, в принципе, неплохо проходим. Не, я сейчас, конечно, попробую, вот второй раз, когда будем играть, если мы сейчас этот пройдём. Time until down. Второй разок, если, так сказать, этот мы проходим, то второй разок я попробую выйти из-за этого телевизора и походить по дому во время того, как ходят эти чудики. Но я просто как бы не знаю, есть ли в этом смысл, просто как бы если мы сейчас пройдём игру и доживём до рассвета, то, ну, нахрена нам выходить и испытывать судьбу, просто мы выиграем, живи сейчас. Вон, осталось там 5 секунд до конца, до рассвета и всё, в принципе. Вот тебе вся игра, блин, мы просто сидим, 5 минут разговариваем. Ну да, действительно, 5 минут нам нужно было прожить, потому что вот 5 минут ровно прошло. 5 минут я сижу и балаболю ни о чём. Всё, петухи прокукарекали, кур яйца принесли, бабёк ходит вот здесь вот где-то. Вот, наедёт. Бегите к выходу, типа мне в любом случае надо выходить. А чё, если я не хочу бежать к выходу? В срак у вас всех. Где выход-то? Вот выход, вот он. Ёлки-палки, я спас. Ошалеть. Вот если бы у меня так дом разнесло, который я купил себе, мне было бы очень грустно. Мой дом, всё пропало. Что, блин? Что? Плохая концовка. То есть, о нет, мой дом, всё пропало. Блин, о, это гениально просто. You complete this game, the game, bad ending. Да, просто прекрасная игра. Так, ну ладно, давайте мы сейчас попробуем ещё разок пройти и как бы сделать это всё на хорошую концовку.